СПОНСОР ПРОГРАММЫ Ходите, верьте, ходите, нет, но вы снова в Блеф-клубе. Не удивляйтесь в спортивной атрибутике, потому что сегодня все, 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 что вы увидите, это посвящается предстоящему боксерскому поединку между артистами-профессионалами Михаилом Светиным и Игорем Дмитрием. Поединок состоится 1 апреля, а сегодня в нашей программе, в нашем Блеф-клубе, тренировки, подготовка, пресс-конференции и различные мнения. Знаете таких актеров, Светина и Дмитрия, да? Да. Знаете, любите, да, наверное? Да, конечно, хорошие актеры. А представляете, боксерский поединок между ними? Ой, ну весовая категория разная же. Да, ну а так кто победит все-таки? Ну, Игорь Борисович, да, повыше, Михаил Семенович победит. Ну, они скорее в словесном боксе победят, кто-то из них, да. Ну, а кто тогда хоть в словесном победит? В словесном, мне кажется, Дмитриев. А почему? Сильный артист. Сильный? Да. А Михаил Семенович, что, послабже, что ли? Ну, тоже, ну, мне кажется, тут сильнее, чисто психология. Почему тогда вот Светин победит? Ну, в нем есть какая-то изюминка. Изюминка? Да. Я ему это передам. Спасибо. Это вот мое личное мнение. Ваш, конечно, не мое же. А Игорь Дмитриев. Игорь Дмитриев, а почему? А потому что бокс английский. А он такой, понимаете, англичанин, да, музыкой костей. А Михаил Семенович, что, наш русский, что ли? Да, наш такой простой, ему в кулачных боях каких-нибудь участвовать в городочках. Вот, а знаете, вот английский бокс, он такой ассоциируется, даже перчатки должны быть белые. А там, где белые перчатки, там у Игоря Дмитриев. Да. Спасибо. У кого шансы будет почти? Ну, у Дмитриева меньше, конечно, по-моему. Но он физически слабее выглядит, по-моему. То есть Михаил Семенович как-то так посолидно? Да, да, да. За кого будете болеть? Наверное, за Игоря Дмитриева. А почему? А вот не знаю. Спасибо. Кто в этом бою победит? Светин или Дмитриев? Я думаю, что Светин. А почему? Ну, вот почему-то мне так кажется, не знаю. Да, маленький такой, юркий. Да, да, да. Я думаю, что Дмитрий, он победит. Поля в клуб. Да. Уважаемые дамы и господа, уважаемые господа журналисты, мы начинаем пресс-конференцию, посвященную предстоящему боксерскому поединку между двумя артистами-профессионалами, народными артистами России, Игорем Борисовичем Дмитриевым и Михаилом Семеновичем Светиным. Почему пресс-конференция раздельная, наверное, будет вопрос. Просто вот в последнее время два этих уважаемых актера, два этих уважаемых человека, они настолько вот... Я даже знаю, как сказать, Борисович. Ну, если я бы не хотел, чтобы у журналистов создалось превратное впечатление о том, что между нами существует какая-то вражда. Мы творческие друзья и человеческие друзья, но есть целый ряд вопросов чисто методологических, чисто вкусовых, чисто профессиональных, в которых мы действительно в течение многих лет спорим до хрипоты и даже больше. Вот. И, судя по всему, доспорили до того, что решили вот эти вот, как говорится, противоречия разрешить на боксерском поединке. Пожалуйста, ваши вопросы, господа журналисты. Вечерний Петербург. Евгений Веселов. Игорь Борисович, что вам со Светиным не дают покоя лавры Кассиуса Клея с Соней Листоном? Ну, что касается Кассиуса Клея и прочих американских, Майка Тайсона, у него, к тому же, еще были другие лавры по поводу не очень уважительного отношения к молоденьким женщинам. Ну, эти лавры нам со Светиным, по-моему, неинтересны, как можете спросить его отдельно. Дело в том, что я не скрою, что я не то чтобы всеяден, но все новое, что существует, для меня небезразличное. Во-первых, мы его называем павлином. В театре. В театре. Павлина. Игорь Борисович не говорил мне. Не боже, павлина. Это уже давно, кстати. Это с тех пор, как он стал, как он стал, вообще стал чувствовать себя, то есть любоваться, беспрерывное любование. Вот это, оно раздражает на сцене, когда зритель пришел смотреть спектакль, ему плевать на зрителя, плевать на... Он любуется собой, как он вот так, вот так. Это раздражает. Как партнер, мы с ним, мы с ним были в спектакле, я же отказался играть. Да? Да, был скандал в театре, я сказал, я играть больше не буду, не хочу. Он не слышит даже партнера. Он сам с собой разговаривает, можем без партнера, без разницы. Он ходит, он не ходит по сцене, он ступает по сцене. В любой ситуации. Если бы он так вот на поединке в нашем боксе ступал, я бы мог победить спокойно, это уже наверняка. Радио Африка. Игорь Борисович, скажите, пожалуйста, вот в одном из интервью наш мэр города Анатолий Александрович Собчак сказал, что, по всей видимости, попробует вас отговорить от предстоящего поединка с Михаилом Светиным. Так вот скажите, пожалуйста, вот не было со стороны нашего мэра, с наших городских властей давления на вас, чтобы вы отказались и не проводили этот поединок? То есть силовой структурой не подключались? Вы знаете что? Я знаю, что и Анатолий Александрович, и Людмила Борисовна в особенности очень хорошо относятся к актерам вообще, в частности, к Светину и ко мне. Но такого разговора еще пока не было. Может быть, есть в запасе два месяца, когда уважаемый наш Анатолий Александрович будет отговаривать нас. Но я должен сказать уже сейчас и заявить это официально прессе, что даже если будущий президент меня будет уговаривать, а не только мэр города, я не откажусь от этого матча и Светин должен быть в жребе брошен. Михаил Семенович, скажите, пожалуйста, почему Анатолий Александрович Собчак так уверен в победе Дмитриева? Потому что, действительно, Анатолий Александрович, они уже много, часто встречались на концертах и так далее. И всегда Игорь старался, когда разговор Анатолий Александрович спрашивал, как Светин поживает, как его здоровье, как он себя чувствует, что он делает с утра, как он, что ему... Игорь моментально, понимаете, он тут же меня полностью делал, ну, как бы неприятным человеком, плохим артистом, между прочим, да, с усмешкой, с хохмой. И, конечно, у Анатолия Александрович создалось впечатление, что Игорь умнее меня, хитрее, остроумнее даже. Понимаете, вот это все, ведь это все такие пути, знаете ли, я бы их... Да, вот так, с Анатолием Александровичем, к сожалению. Ну, я, конечно, поединок покажет, кто из нас умнее, кто у нас умнее, кто у нас как питается, кто как играет на сцене, кто как себя ведет, кого больше любят. Это мы докажем. Мы увидим по симпатиям зрителям, которые придут еще вот на этот бокс, на наш, кто будет за него болеть, уверяю вас. Уверяю вас, кроме его тренера. Чем дороги бывают труднее, тем шагают настойчивые люди, и о возрасте наших друзей мы не только по паспорту судим. Нам года не беда, если к цели стремимся большой, оставайтесь друзьям молодыми. Никогда, никогда, никогда не старейте душой. Чтобы всех отказали, чтобы всех отказали, мы отказали вас в полном порядке. Каждый день начинайте с утра, бодрым маршем спортивной зарядки. Нам года не беда, если к цели стремимся большой, оставайтесь друзьям молодыми. Никогда, никогда, никогда не старейте душой. Ваша поступка будет верна, и во всем поспевая за веком. Очень важно себя никогда не считать пожилым человеком. Нам года не беда, если к цели стремимся большой, оставайтесь друзьям молодыми. Никогда, никогда, никогда не старейте душой. Игорь Борисович, ну честно говоря, не ожидал увидеть вас в таком цветнике. Может, расскажете, что это такое? И кто? Это тренажерный зал в Озерках, где я занимаюсь вообще два раза в неделю. Но если я свободен, то я не уезжаю на съемки с моими детьми, с всей семьей. Это все ваша семья? Да, это мои дети. Старшая Таня. Это тоже Таня, но это от разных браков. А, две Тани, да? Да, две. Вот Настя, Сашенька, Сашенька ногами. Двигай, две, возьми. Ирочка. Да? Да, вот мои девочки. Ну, мальчики сейчас играют в хоккей там. Это вы так готовитесь к матчу с Михаилом Семеновичем Светиным? Да, я должен быть на высоте. Во всем, понимаете, во всем. Это только начало, понимаете, потому что это очень серьезно. Он очень опасный противник, Светин. Он ведь тоже в это время тренируется. Спонсор программы фирма «Союзконтракт». Да. Знаете, вот при всем своем великолепии этот человек, труслив, до неимоверности стал. Однажды, когда девушка на улице просила защитить, там приставали два хулигана. А вы вместе шли? А мы шли вместе. Я бросился, бросился. Бросился, говорю, Игорь, давай, заходи с другой стороны. В это время я смотрю, а Игорь, бегом. Я его еле догнал. А девочка спрашивает. Куда я знаю, я за ним бегаю. Вернуть, потому что одному было очень сложно. Газета «Вести», скажите, а как вы вообще пришли к этому решению? Кто выступил инициатором вашего поединка? Мне посоветовал это сделать Станислав Садальский. А в какой форме он вам это сказал? Можно дословно услышать слова Стаса Садальского? Дословно неудобно сказать, что он предложил мне сделать со Светиным, куда его послать и как. В нокаут, я так понимаю. Ну, в нокаут, да. Послать его в нокаут. Он говорит, ну что ты вообще с ним носишься? Что ты деликатничаешь? Твоя интеллигентность тебя погубит, сказал Садальский. Игорь Борисович, признайтесь честно, может быть, причиной вашего поединка с Михаилом Светиным является женщина? Понимаете, дело в том, что мою жену зовут Лариса, жену Светину зовут Броня. И Светин все время утверждает, что Броня крепка. Поэтому, понимаете, я думаю, что она крепка настолько, что бессмысленно как-то проявлять свой интерес. Нет, должен вам честно сказать, может быть, это разочарует читательница Натали, но в данном случае не женщина является нашим спором. Скажите, как ваши жены относятся к вашему поединку с Игорем Борисовичем? И не боитесь ли вы, что они продолжат этот поединок? Какие между ними отношения, между вашими женами? Понимаете... Ваши жены, Михаил Светиным. Да, мои жены, конечно, переживают. Очень переживают. Я надеюсь все-таки выиграть этот поединок, и я думаю, это всех умиротворит моих жены. Они еще больше будут любить меня. Понимаете, они даже не подозревали, что у меня такие способности. Но, конечно, они очень переживают, и сейчас вот связано вот с тем набором веса, который я хочу, должен до поединка набрать, до первого апреля, должен набрать, я даже, стыдно сказать, должен набрать 17 килограмм. 17-200, да. А почему 200? Ну, так тренер подсчитал. Он подсчитал игр, я вес, мой вес, и решил, что это для более-менее равноценного. Ну, и вот, жена, конечно, считает, что это сейчас все сбрасывают вес, а ты набираешь вес, но тут уже, знаете... То есть неэкономно получается, вы сейчас обходитесь для жены. Тем более, да, тем более, Сереж, что у меня главная жена, вот, которую вот... Старшая жена, любимая жена. Старшая жена, вот, она здесь всегда при мне. А у Дмитриева нету, понимаете, рядом никого. Тут ведь только между моими женами может быть конфликт. А с другой стороны у нас нет противников. со стороны Игоря. Там нет жены. Я даже не знаю, как правильнее сказать, то ли у нас в гостях, то ли мы в гостях, но передо мной известный сексолог Лев Щеглов. Ваш прогноз по поводу боксерского поединка. Игорь Дмитриев, Михаил Светин. Видите ли, матч необычен. И необычен прежде всего тем, что здесь сталкиваются не соперники, а друзья, коллеги и, насколько мы все знаем, любящие друг друга люди. Мы вот тоже все время хотели бы узнать у них, не замешана ли в этом поединке женщина. Я думаю, она не замешана, но наличие вот таких партнеров исключает вообще какое-либо решение, кроме ничей. Потому как в любовном поединке не может быть победителей. Исход ничья, это однозначно. В этом поединке? Да. А советы, может быть, тогда вот есть какие-то? Безусловно. Дело в том, что конечным результатом этого поединка должно быть полное удовлетворение партнеров. То есть чисто сексологическая ситуация. Поэтому, конечно, есть ряд советов. Вот какие советы, например, Игоря Дмитриева? Вы знаете, сначала двум. Сразу, одновременно? Да, это парная история. Первое. Нужно начинать матч не с колкости, угроз напротив, с обмена любезностями. Со словами, знаете, слова любви должны произноситься, признание, чтобы создать атмосферу такой психоэмоциональной готовности к происходящему далее действию. Но далее партнеров будут ждать некие трудности. Вот чего я опасаюсь. Понимаете? Дело в том, что разница в росте, она очень существенна. Понимаете, Игорь Дмитриев из-за этой разницы в росте будет сначала стимулировать то, что в боксе называется бить, стимулировать эрогенные зоны лица Светина. Что совершенно справедливо. А что является эрогенными зонами мужчины на лице? Я думаю, что прежде всего, конечно, рот как инструмент для произнесения тех слов, которые чаруют женщин. Поэтому удары будут наноситься в область рта Светина. И это правильно с точки зрения научной сексологии. Это ласки как бы первого порядка. Но в силу меньшего роста Светина он будет вынужден работать как бы с нижним уровнем тела Дмитриева. Это неправильно, без подготовки. А Дмитриеву, опять же, из-за этой разницы в росте будет очень трудно перейти последовательно на нижний уровень эрогенных зон Светина. Это очень большая проблема. Понимаете, и тут только один выход. Это нокдаун. Или нокаут. Потому что тогда второй сможет прилечь рядом с тем, кто уже попал в нокаут. Разница в росте будет сглажена. Понимаете, стимуляция эрогенных зон или как там в боксе называется удары. Они будут уже достаточно как бы гармоничны. И в итоге будет полное удовлетворение, которое, опять же, в спорте называется ничья. Это однозначно. Я думаю, что зрители тоже будут удовлетворены. Мне кажется, да. Спасибо большое. Ради Бога. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, естественно, я должен как-то возбудить себя против этого товарища. Чтобы у меня было не только техника, но еще и эмоции. А как вы считаете, у Михаила Семеновича там не отдается сейчас дома? Вы знаете, я думаю, что он... Получает. Да, получает. Такой некоторый заряд. И думаю, что он там беспокоится. Но я подозреваю, что он тоже в это время тренируется. Он ведь человек такой, который не выпускает. Он любит все репетировать. А как часто вы ходите в спортзал? Ну, на этих и где-то если я снимаюсь или играю вечером в спектакль, я, конечно, не могу, к сожалению. У меня тренер прекрасный. Владимир Ильич. Владимир Ильич. Кстати, как подопечный ваш? Великолепно. Я думаю, как будут прекрасные результаты во время боя. Да? Да. Спасибо. Благодаря вам. А вы как, утром предпочитаете все-таки или вечером? Конечно. Утром я обязательно натощак. Мы натощаем. Ну, стакан сока и больше ничего. Итак, дорогие телезрители, сейчас перед вами удивительные, я бы сказал, уникальные кадры, как Игорь Борисович Дмитриев готовится к бою со своими спарринг-партнерами. Это спарринг-партнеры, это Игорь Борисович Дмитриев. Итак, пожалуйста, первый спарринг-партнер. Это был первый спарринг-партнер. Пожалуйста, второй спарринг-партнер. Игорь Борисович Дмитриев Игорь Борисович Дмитриев распространялся с первым спарринг-партнером. Мы спросили вас в полном порядке. Каждый день начинайте с утра Бодрым маршем спортивной горятки Игорь Борисович Дмитриев. Борисович Дмитриев Борисович Дмитриев Попробовать предсказать исход поединка между Дмитриевым и Светиным. Два замечательных любимых актера. Если отнестись к этому серьезно, я вспоминаю слова, сказанные великим профессионалом, когда его спросили, что же главное у боксера, он говорит, брюшной пресс. И это не случайно. Все стоит на месте, если брюшной пресс в порядке. С этой точки зрения, мне кажется, у Дмитриева больше шансов. С точки зрения общей физической подготовки, ловкости. Ну, я не знаю, Светин, то, что я видел, держал в руках очень много предметов. Но шпагу держал Дмитриев. И вроде бы с этой точки зрения тоже предпочтительные шансы Дмитриева. Но чрезвычайно важным является жизнелюбие, запас жизненных сил, может быть, возраст. С этой точки зрения, мне кажется, преимущество у Светина, который прошел такую жизненную школу. Так что выглядело бы так примерно. Если больше 15 раундов, то явные преимущества у Светина. Если меньше двух, то победит Дмитриев. Дорогие зрители, мы в гостях у известного астролога Юрия Гальцева. Здравствуйте. 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 Такое странное впечатление производить. Астролог я. С какого года? С 58-го. На глаза. Действительно, с 58-го года. Ну что, 1 апреля, боксерский поединок. Михаил Светин, Игорь Дмитриев. Ваши прогнозы. 1 апреля, ну что, тяжелый день, очень тяжелый день. 1 апреля, как вы знаете, что нельзя никому верить. Но верить надо. Понимаете, 1 апреля, ну что, нельзя давать в долг, нельзя выпивать спиртные напитки, меньше, как говорится, засматриваться на женщин. Тем более, нельзя заниматься любовью. Хотя можно. Можно, можно. Если ты один дома, закрылись на ключ, отключили воду, газ, свет, а нас, конечно, рядом, закрылись одеялом, чтобы никто никто не видел. И, конечно, нужно, чтобы под одеялом, то есть под матрасом, лежал, конечно, под снежник. Ну тогда, конечно, в исключительных случаях, хотя не надо. Итак, Михаил Светин, это стрелец и змея. Ваши прогнозы. Как планета развернулся? Стрелец и змея. Так, стрелец и змея. Луна у нас поворачивается на 180, красный, красная звезда туда, красная звезда туда, это отклоняется с Свети на стрелец. Ну что можно сказать, стрелец и змея. Ну как вы сами понимаете, змея это холодное, такое животное. Скользкое. Скользкое. Очень будет проходить хлесткий удар, особенно хвостом. Но она же как идет? Она же как змея? Она же идет на тепло, понимаете? Тепло. Так можно хоть что, но она идет на тепло, поэтому, значит, будут проходить удары. Змея. Печень, селезенки, почки, поджелудочные железа, сам живот. Это все ниже пояса. 1 апреля можно. Ну и его соперник, Игорь Дмитриев, это у нас, значит, год-год-кот и близнец. А-а-а! Близнец. Ну как вы знаете, бывают коты только мартовские. Близнец. Близнец, отец, свинец, свинец и полный, так скажем, атаз. Это очень хорошо. Это очень хороший знак. Ну что, будет проходить верхний? Конечно, удар удар в голову. Он повыше? Он немножко повыше, конечно. Но, тем не менее, вы знаете, очень трудно, очень трудно будет ему, конечно, быть в защите. Поэтому, как подскажут звезды. А звезды нам подскажут... Понедельник же это еще будет. Боже ты мой, это же будет еще понедельник, 1 апреля, понедельник, знаете, они ничего не подскажут, я думаю, в этот день, поэтому как выведет, как я говорю, криваю. Ваши симпатии на чьей стороне? Вы знаете, я не на чьей стороне, я, как говорится, как звезды, я ведь только, я живу по звездам, ложусь и спать, и ем по звездам, поэтому в этом плане нет, хотя я спорт люблю. Ну что ж, огромное спасибо за прогноз, успехов вам, до свидания. До свидания. Оставайтесь друзьям молодыми, никогда, никогда, никогда не старейте душой, Чтобы всех наказили, как заразы, наказили вас в полном порядке, Каждый день начинайте с утра, бодрым маршем спортивной зарядки, Нам года не беда, если че не стремится больной, Оставайтесь друзьям молодыми, никогда, никогда, никогда не старейте душой, Любить тебе сила? Михаил Семёнович, я, Михаил, Михаил Семёнович, буквально несколько слов, я смотрю, у вас очень весело так, подготовка идёт, Вы так здорово кладёте тут всех... Ответственный матч, Серёжа, ты знаешь, всё на карту поставлено, всё, всё поставлено на карту у меня, в театре, все ждут... У вас здесь очень серьёзно, а вам не жалко, Игорь Борисович? Я знаю, что очень многие боксёры перед поединком всегда решают проблему своего веса и питания. Скажите, пожалуйста, как вы решаете эту проблему? Если вас интересуют подробности, то утром две столовых ложки риса без соли отвариваются, Значит, и через час или полтора часа после этой не очень вкусной, без масла и без сахара и без соли рисовой кашицы, уже завтрак какой-то... Обычно я съедаю две маслины с косточками и три-четыре дольки чеснока, не жуя их, Потому что репетиция в театре не позволяет, кстати, дурно пахнуть, Вот, каков бы ни был парфюм, чеснок перебивает обращение. Михаил Семёнович, у меня такой вопрос к вам. Как относится руководство и коллектив вашего театра к предстоящему поединку, и на чьей стороне коллектив? Понятно. Значит, руководство театра одобрительно, очень одобрительно относится к этому поединку, Потому что уже руководство театра тоже надоело видеть беспрорывно. Во-первых, нас не могут соединить в одном спектакле. Мы отказываемся, ни он, ни я не хочет. Мы не можем работать так, мы только начнём драться на сцене, это же невозможно. Поэтому руководству театра уже хочется, чтобы этот вопрос был закончен. Кто-то один остался бы, кто-то один работал бы. Они, конечно, не подозревают, что после этого... Ну, может, не знаю, Дмитриев не сможет работать после этого бокса. Что-то нос такой стоит, ну, тут надо будет... Вот. Поэтому руководство к этому относится довольно оптимистично, Что я буду победителем, и будет всё хорошо. Я даже не знаю, знают ли наши актёры о предстоящем матче, Ну, наверное, иногда смотрят, телевизор, может быть, узнают, Но пока что никаких сигналов не было. Каждый живёт, ну, так сказать, своей напряжённой нынче жизнью. А вот со стороны Михаила Семёновича, вот сейчас, вот, в предстоящем бою, никаких подлянок нет? Нет, поздравил с Новым годом. Всё нормально. Всё нормально. Он милый человек. Ну что, он очаровательный, милый человек. Я обожаю его. Вот с ним, я, наверное, с Игорем буду драться интуитивно. Я буду чувствовать, что он хочет, как он движется. И у меня реакция прекрасная. У меня реакция лучше, чем у него. Это известно всем, да. В театре? Да. Да. Вот, например, сдаю сдачу там в буфете, кто первый? То я сразу... Михаил Семёнович, скажите, скажите, пожалуйста, у вас есть страховой полис? Ты думаешь, что надо взять страховой полис? Что-то там интересно. Валу, может, пригодится в жизни? Ты за Дмитриева, что ли? Извини, что я перешёл с вами на «ты», но другого пути у меня нет с такими, как вы. Вот эти намёки, знаете, страховой полис. Михаил Семёнович, я благодарю вас за пресс-конференцию. Желаю вам успехов. Спасибо всем. Спасибо вам, дорогие. Спасибо. Спасибо. Спонсор программы фирма «Союзконтракт». Да. А вот представляете, вот боксёрский поединок между Михаилом Швитином, знаете, такой актёр, да, есть? Игорь Дмитриев. Вот кто в этом бою победит? Знаете, наверное, ничья будет. Ничья? Почему? Не знаю, мне так кажется. А как Оксана считает? Мне кажется, Светин. Светин? А почему? Ну, мне кажется, что чувство юмора, наверное, у него превышает. А причём юмор и бокс? Ну, не знаю, мне кажется, что здесь будет это влиять. Влиять, да? Да. То есть ниже пояса можно будет ударить, да? Ну, конечно. Мне кажется, Светин. А почему? А мне он больше нравится. Победит дружба. Который длинный, это Игорь Борисович. Да. А почему победит? Потому что он большой. А тут маленький. А тут маленький. Нет, я считаю, маленький победит. Маленький победит. Да, но он может головой драться. И в живот. Да. Дмитрий. Почему? Большой, высокий, сильный. А Светин? Светин маленький, бегает вокруг бой. Сзади Ань бежит. И ударит. Да, мы на Дмитриева ставим. А спину бить нельзя. То есть вы на Дмитриева ставите? На Дмитриева, конечно. Ну что ж, спасибо. Успехов вам. Всего. Чем дороги бывают труднее, тем шагают настойчивые люди. И о возрасте наших друзей мы не только по паспорту судим. Нам года не беда, если к цели стремимся большой. Оставайтесь с друзьями молодыми, никогда, никогда, никогда не старейте душой. Чтобы всех находили как стараться, находили вас в полном порядке. Каждый день начинайте с утра бодрым маршем спортивной зарядки. Нам года не беда. Если к цели стремимся большой, оставайтесь с друзьями молодыми, никогда, никогда, никогда не старейте душой. Ваша посту будет верна, и во всем послевая за веком, Очень важно себя никогда не считать пожилым человеком. Нам года не беда, если к цели стремимся большой, оставайтесь с друзьями молодыми, никогда, никогда, никогда не старейте душой. Игорь Борисович, одну секундочку, одну секундочку. Ну, по-моему, просто замечательно, я так смотрю, как вы здорово играете в большой теннис. Это все с подготовкой к матчу, да, с Михаилом Семеновичем? Ну, естественно, надо же как-то быть в форме, потому что я совершенно заржавел, я много лет не играл. А что вы знаете вот про своего соперника, в какие игры он играет? Светин. Светин. Михаил Семенович. Ну, я знаю, что он прекрасно, между прочим, играет в проферансе. Проферанс. Первый. Много лет он держит первое место во дворе по козлу. Ну что ж, не буду вам мешать, спасибо. Итак, 1 апреля на боксерском ринге сойдутся Михаил Светин и Игорь Дмитриев. Поединок предстоит очень напряженный, очень упорный и, как вы поняли, наверное, очень интересный. Ну, а наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до следующего.